Исай, он получил хорошее образование. Вторая глава книги Якова, знаешь какого стиха? С 14-го. С 14-го стиха он сказал, что пользы братьям, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Он задает вопрос, это такой стиль у Рабаев был, даже Христос тоже часто учил, задавая вопросы. То есть он задает вопрос, и в то же время в этом вопросе ты уже знаешь ответ. То есть он говорит, может ли эта вера спасти? Ну ясно, что и такая вера спасти не может. Если брат или сестра ноги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? То есть он говорит, что пользы? Что ты веришь, и что ты брат, и что сестра, и что мы по вере, в общем-то. Ну что пользы, что у вас одинаковая вера? И вообще, что пользы, что у тебя какие-то убеждения, у тебя какая-то вера? Ну что пользы, когда вот этот твой брат не имеет что одеть, не имеет что есть, и нету в соответствующих поступках? Что пользы? То есть, что пользы от этой веры? Опять вопрос, на который ответ уже есть ответ. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Вот это стих. Я посмотрел по-английски. По-английски он звучит так. Faith without words. By itself. By itself. Вот это вот. Сама по себе. Я думаю, вау. Ну, вам не обязательно вау говорить. Для вас. Ну, у меня вообще-то вау получилось. То есть я вдруг понял. Я вдруг понял, что вера by itself, по-английски, without words. Если вера by itself. Вера, которую Библия учит нас иметь веру. И все вокруг веры. И все вера, вера надо и учит, как уповать. Что такое вера. Но если эта вера by itself. Если она сама по себе. It's dead. Что она есть? И что ее нет. И что она боится. И я как-то это, как-то под другим углом, что-то мне это на меня покрасил, думаю, вау. Ну, давайте прочтем дальше. Ну, скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Я имею веру. А ты говоришь, вот я говорю, ты веришь, верю. Ты имеешь веру в Бога, да. Окей. Ну, так, и вот, брат и сестра в нужде. И нету соответствующих дел. Так эту веру, понимаете, смысл какой? Что веру, если ты говоришь, что ты веришь, если ты сам считаешь, что ты веришь, то ты должен веру эту показать. Показать, не показать, там 20 лет назад, а ты должен эту веру показывать. Ты должен ее демонстрировать. Она должна быть manifestive. Она должна быть выражена. Любовь должна быть выражена. В чем выражается любовь? Дело веры и труд любви. Окей. Окей. Любовь должна быть выражена. Ты любишь меня? Да. Иди, трудись, спаси овец моих. То есть, если она... Поймите, если она не выражает себя, какой вывод? Очень простой. Что это значит? Нету ничего. Нет ничего тайного. Нет ничего тайного внутри, чтобы оно в один прекрасный момент не стало бы видно, не стало бы явным. Моя меня вера в сердце. Oh, really? Show me. Подписывай. Не, ну мне, в принципе, все равно. Я не судья. Но это Бог так смотрит. Помните, когда они... Там Бог говорит... Они спустили... Это я привожу, например, часто... Это парализованное... Господь говорит... Он увидел веру. Как можно веру увидеть? Вера — это же понятие такое... Это же вера, это же духовное. Вера должна быть... Покажи мне веру без дел твоих. То есть... У меня нет... У меня нет дел, но я верю. Ну, так он же... Покажи мне без дел. А я покажу тебе веру мою что? Из дел моих. Окей? Потому что если нет этого, то она сама по себе... Лертва. Запомните вот это вот. Вера сама по себе. Вот эта фраза. By itself is dead. Такая вера тебя не спасет. Мало того, Иаков идет дальше. Ты веруешь, что Бог един хорошо делаешь? Он говорит, что бесы тоже веруют. И они трепещут. То есть... Бесы веруют, но эта вера, видишь, они... Эта вера им ничего не дает. У них... Эта вера, она не дает им какое-то дерзновение перед Богом. Она не дает им какие-то отношения с Богом. Эта вера им вообще ничего не дает. Она... Она что пользует от этой веры? Они трепещут. Они в страхе. Они знают свой конец. Amen. It's good for nothing. Она есть, но пользы нету. Почему? Потому что она сама по себе. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам? Ну, тут не надо путаться. Не надо... Яков Павел говорит, что мы оправдываемся верой в независимый отдел закона. Правильно, отдел закона. Мы это коснемся. А Яков говорит, что нет. Тут нет противоречия. То есть, оправдаться делами нельзя. Что Яков говорит, что Бог... Написано, что Авраам поверил в Богу. Помните, это вменилось ему в праведность. Но просто вера Авраама... Она выразилась, да. Она стала видна через его дела. Вот. И поэтому он отец всех верующих. Он возложил на жертвенники Сапа сына своего. И вот, два-сторых стих тоже очень важны. Вера, она... Видишь ли, что вера содействовала делам его. И делами веры достигла совершенства. Окей? Вера, она по-английски... Тут мы говорим, содействует. Тут он говорит. А по-английски скажем, что вера works with faith. They work together. Мало того, что... Как... Дай мне, говорят, ученики, говорят, сделай нам... Как нам укрепи, увеличь нашу веру. Помните, он мне говорит? То есть сделай... Как ее сделать лучше? Как ее сделать по-английски complete? То есть она как бы завершенная. Вера делами... Как-то делами вера становится совершенной. Совершенная. Совершается. Get complete. Понимаешь? Она законченная становится. Совершилась. От слова совершенная. Мы думаем, совершенная это как бы идеально. Ну, в принципе, правильно. Совершенная, прекрасная. Нет. Совершенная это значит... It's done. Совершилась. Complete. То есть, понимаешь, вера она в стадии. Она развивается. Она растет. Это какое-то... Какое-то динамическое состояние. Вот. И она достигает. Она растет. И каким образом она приходит в состояние совершенства? Состояние... Состояние of completion. Через дела. Через дела. Окей? Вера должна быть... Запомните. Вера должна быть выражена. Она может быть выражена, как она выражена, посредством чего. Это второй вопрос. Не важно. Она должна быть выражена в зависимости от того, в каких обстоятельствах ты находишься. В каких условиях ты находишься. Но твоя вера должна быть видна, период. Если она не видна, то объяснение здесь только одно. Что ее нечего показать. Окей? Не надо себе говорить, что я, мол, я верю, но... Там написано, как я говорю, что слово... Будьте исполнители слова, а не слушатели только обманывающие самих себя. Не надо себя обманывать. Если нечего показывать... Так нет, нечего показывать. Нет ничего... Если вера... Вера это понятие как бы тайное. Почему? Потому что это в сердце. It's in your spirit. И ты говоришь, это там у меня есть. Но... Но... Что Бог делает? Поэтому Бог, он... Когда Господь приходит к тебе, и ты их спрашиваешь, ты веришь? Веришь ли ты? Он говорит, верю. Окей, хорошо. Ты веришь, что я тебя могу исцелить? Верю. Хорошо. Значит, он берет какую-нибудь там грязь. Неважно. Берет, помазывает ему глаза, там, или еще что-то. И говорит, иди помойся в этот... Умойся в этот бассейн этот. Или купальню. Ну, Богу же не надо это. Богу же не надо эта вода, бассейн или купальня. А что Богу надо? Богу нужно действие. Действие по вере. Ты веришь? Иди умойся. Идите, говорит, покажите священнику. Они не исцелились. Но когда они шли по пути к священнику, они исцелились. Они не сразу исцелились. Они исцелились. Но то, что они пошли и послушались, это показало, что они поверили ему. Он пошел к купальню. Ага, он пошел к купальню. Ну и что? И ничего. Потом он умылся то, что он сказал. Понимаешь? И когда он умылся, смыл это, то он стал видеть. Петр, забрось сети. Мы ловили все ночью, ничего не поймали. Окей. Забрось сети. Хорошо, но по слову твоему я сделаю. Он сделал. Когда он забросил сети, то он увидел результат. То есть он поверил. Откуда ты знаешь, Петр? А вот я поверил, ну а что я буду образцатель или ты плотник, а я... Ну ты хорошо говоришь, но ты все же плотник. Я же рыбак. Что ты мне будешь учить, как рыбу ловить? Я же всю жизнь вырос на Галилейском море. На Кенерит. Не надо мне учить, как рыбу ловить. Нет. Он послушался. Послушание это... Послушай, что такое? Когда Бог мне что-то говорит, я слушаю. Значит, я слушаю, значит, я делаю по слову. Это проявление моей веры. Я поверил. Он поверил ему. А он говорит, забрось сети. Нет, я не буду, потому что ты меня учишь это самое, ловить рыбу. Ну ты мне веришь? Веришь, да. Ну ты забрось сети. Нет, я что-нибудь другое тут, а вот с рыбой мне не надо учить. И не забросил. Не поверил. Нет, я поверил. Нет, не поверил. Почему? Потому что вера себя не выразила. А если она себя... Вера не может себя не выразить. Она не может себя не выразить. А если нет выражения, это что значит? Значит, ее нет. Если есть вера, она себя непременно... Нет ничего тайного. У меня вера внутри, она тайная. Окей, но нет ничего тайного, чтобы оно потом каким-то образом, через какое-то время, я не знаю, когда и как себя не выражает. А оно вот не выражает, значит, сам понимаешь почему. Понимаете? У Иоанна в 12 главе этот пример, я тоже часто привожу его, что они поверовали в Иисуса Христа, в Ишуа, но не исповедовали, боялись там, что их там это самое накажут. Снимут 13-ю зарплату. Не исповедовали, понимаешь? Окей. Ну, поверили, но, видишь... Если ты будешь веровать сердцем и исповедовать устами, тогда ты спасешься. А я верю. Да, но вера в сердце, она должна... Release itself. Вера должна release itself. Сказать слово – это дело. Это дело веры. Я веровал, потому и говорил. Помните такое? То есть, я веровал и молчал. Не выходит ничего. Потом уже нечего. Если было... То есть, ты не удержишь это. Тайное оно... В конечном итоге оно выходит. Понимаете? Поэтому... Но если он говорит, если она сама по себе, если она себя не выражает, то, может быть, там что-то есть, говорят, они уверовали, но не исповедовали. Она сама по себе. Она мертвая. Она мертвая. Что она есть, и что ее нет. Одно и то же. Это серьезное дело. Вера работает... По-английски там так. Вера... 22 стих. Вера содействует. Вера работает с делами. Окей? А может она не работать с делами? Нет, не может. Она может быть и есть, но она не работает. А если вера не работает, она не спасательная вера. Она не спасительная. Вера всегда работает с делами. Это то же самое, как велосипед, два колеса. Она содействует. Если вера сама... Она... Вообще, я задумался про это слово, содействовать. Есть вещи в этом мире, которые не функциональны, если они сами по себе. Понимаете, что я хочу сказать? Они просто не функциональны. Они не несут никакую функцию. Они теряют свою функцию. Если что-то есть, они ее теряют. А если ничего нет, они просто не функциональны. Например... Например... Автомобиль. Уже нас не удивишь автомобилем. Но там, смотрите, в автомобиле есть двигатель, мотор, а есть ходовая часть. Или просто говоря таким языком, колеса. Для высшего инженерного состава таким простым языком. Есть двигатель, а есть колеса. Двигатель должен содействовать с колесами. Он должен сотрудничать с колесами. Если двигатель работает, но он не содействует с ходовой частью, то что происходит? Он... Ничего. Он работает. Но он работает и называется, как мы говорим? В холостую. Это холостой ход. Что такое холостой? В пустую. Пустой патрон, холостые патроны. Нету функции. Машина не исполняет свою функцию. Почему? Потому что мотор работает, но он не содействует. Он не соединился. Но когда ты включаешь передачу, включаешь это, геобакс, то ты что-то делаешь? Ты соединяешь двигатель с колесами. То есть они начинают содействовать друг с другом. И какой результат? И мотор уже работает, но уже есть польза. Уже есть польза. Окей? Какая есть польза? Машина уже двигается куда-то. Если они не содействуют, пользы нет. Мотор работает сам по себе. Без колес. Окей? Он не функциональный. Он не имеет... То есть... Понимаешь? И вот так вот в жизни, вот так вот в мире, посмотрите вокруг. Все вещи, вот это пианино. Оно... Пианино должно содействовать музыканту. Понимаешь? Они должны работать. They work together. Пианино не нравится больше ни на что. Просто так, ну, как обеденный... Даже на как обеденный стол не годится. Как ящик. Ну, там тоже... То есть, понимаешь? Оно теряет свое... Оно не становится... Оно перестает быть функциональным. Вот уже... Я к чему это говорю? Я это говорю про веру. Вера сама по себе не функциональна. Это как мотор. Она... Я верю, но ты веришь в пустую. Вот эти тоже веры, понимаешь? Это холостая вера. Мотор работает, тратит бензин. Тратит бензин. Машина никуда не идет. Почему? Так вот верующие, они верят. Они верят, но они верят в холостую. Почему? Потому что не соединяется с колесами, не соединяется с делами. И вот он работает 30 лет, понимаешь? Бензина много. А что польза? Почему? Потому что нет соединения мотора и колес. Окей? Нет соединения. Вот эти вещи... Вот так вот... Вот эти вот... Посмотрите на жизнь. Вообще вот такой approach возьмите. Содействие. Помните, там в другом месте сказано в Евангелии, что они пошли и проповедовали Евангелие при содействии. Помните, там, Святого Духа при содействии. Бог содействовал им там чудесами и так далее. Содействие должно быть. В твоей жизни должно быть содействие. Если вы возьмете такой approach, то я тебе еще дальше скажу, что ты сам по себе не функциональный человек. от тебя нет пользы, пока ты не соединишься, пока мотор не соединится с колесами. Если ты not connected with God, если у тебя нету вот этого вот правильного содействия, то если ты сам по себе человек, который звучит гордо, якобы, окей, то ты не функциональный. Что ты есть, вся твоя жизнь, все твои 80 лет, это холостой ход. Это просто холостой ход. Должно быть содействие. Ты должен walk with God. Вера должна работать с делами. Пианино должен работать с музыкантом. Вот в жизни, это жизненная позиция такая, это такая философская жизненная позиция. Это дизайн of God. Так Бог сделал. Поэтому Господь часто молился. И когда Господь что-то делает с человеком, Он делает, Бог редко все делает как бы сам от начала до конца. Он всегда старается get you involved. И причем от тебя будет зависеть конечный результат. Если ты не пойдешь в эту купальню и не умоешься, у тебя не будет. Господь меня не исцелил. Well, Господь сделал свою часть, но с твоей стороны нет содействия. Что касается гор, морей, зверей, птиц, Богу не нужно никакое содействие. Он передвигает горы, это Он опускает, это Он понижает, передвигает границы стран. God is in control. He is sovereign God. Что касается твоей судьбы и что касается твоего личного спасения, Бог не берет на себя все. Не потому, что Он He is still sovereign, but He wants you to get involved. И если ты не будешь содействовать Богу, это все будет в холостую. Все будет в холостую. И жизнь, и служение, и вообще все твои дела в холостую. Вся жизнь будет в холостую. Если ты будешь сам по себе. Сам по себе мертв. Что бы то ни был, кто бы то ни был, сам по себе мертв. Должно быть содействие. И вот такой approach mind должен быть у тебя from now on. Ты должен искать содействие. Иначе нет функции, иначе нет ничего, нету результата. Иначе холостой ход. Понимаете, что я говорю? Ну, конечно, понимаю. Вера сама по себе ничего не дает. Должно быть. Вы поняли уже. Поэтому Господь, когда человек говорит, что он поверил в Бога, Бог сразу начинает что делать? Бог начинает сразу его веру активизировать. Он начинает пускать ее в оборот. Авраам, иди туда, и, в общем, там посмотрим, что будем делать. Да, ну как, что? Я буду с тобой. We'll figure out. Ты иди. И он пошел по вере. Не важно, что. Это второй вопрос. Получилось, не получилось. Люди говорят, не получилось, значит, но. It's not the point. Важно, чтобы Бог, чтобы ты послушался Его, чтобы ты сделал шаг. Действия по вере могут быть самые разные. Это может быть просто иди и скажи, или иди и не скажи, или, я не знаю, whatever. Но вера должна быть выражена как, почему, в каких обстоятельствах. Это уже не мой вопрос, это уже between you and God, это уже Господь в каждом случае Он говорит отдельно. Бог требует послушать, поэтому для Него очень важно послушание. Послушание – это не просто какие-то действия. Я пойду помоюсь вот в эту, в речку, я не под душ, я не пойду. «Умыл?» «Но». Тебе сказали, иди умыться в купальню. Ты должен, если ты поверил этому слову, ты сейчас «do as he said», и вот тогда будет результат. То есть, проявления могут быть самые-самые различные, но факт тот, что они должны быть. И поэтому, если вы посмотрите, вот имея такое сейчас понимание, если вы посмотрите на жизнь людей, вот библейских, и вы увидите, что там постоянно Господь дает какие-то, какие-то, ну, какие-то assignments он дает, какие-то, кажется, для чего? Богу нужно, чтобы ты был involved. Он говорит, Илья, встань, иди туда, 40 дней, 40 ночей, не ех, не пив, ничего. Сделай. Иеремий, иди туда, возьми поезд. Из Израиля, иди туда, в Вавилон, там, где Тиград, ирития, как это, река, это, Тигр, Ифрат. Это же идти из Израиля, это же, это же в Иран, или в Ирак, в Рак. Это же, я не знаю, сколько надо идти. Возьми поезд, иди туда, и закопай. Ты еще, ну, по пустыне. Потом через какое-то время, вернись, потом вернись, а потом через какое-то время, говорит, иди опять и откопай. И посмотри на этот поезд. Ну и что? Поезд, говорит, никуда не годен. Говорит, вот так как я приблизил к себе народ Израиля близко, как поезд близко к телу, как поезд близко к телу, так я приблизил народ Израиля к себе. Окей? Так вот, хороший был поезд А теперь посмотри на него, он не годен никуда Понял, Иеремий? Понял Так вот, ради этого ему нужно было идти Закопать Потом вернуться, там, я не знаю, сколько времени Прошло, через много дней написано То есть, он же не испортится за месяц, наверное Опять идти туда Чтобы показать Иеремию Вот такой вот, понимаешь И он, ну что, Господь Ты не мог это мне сказать, я бы тут бы закопал Или там, я не знаю Сказать, так поверь Понимаете? То есть, Бог такие, думаешь, чем это надо Что это такое? А мы же не понимаем, что происходит Мы же не понимаем То есть, будет 70-70 лет Плена в Вавилоне Ну, Бога же это все Понимаешь? Ну, от тебя требуется Послушание А послушание будет только при одном условии Если ты веришь Почему люди не слушаются? Потому что они не верят Они не могли войти из-за неверия Они были непокорны Непокорны Непослушны Почему? Из-за неверия Почему ты Брыкаешься и не слушаешься Бога? Потому что нету веры Если была бы вера Соответствующая Окей? Если была бы вера Которая нужна То вера бы содействовала делам Или дела содействовали Было бы взаимосодействие Какое-то между верой То есть, вера и дела Они должны быть Органически связаны Они должны быть вместе Они work together Поэтому отсюда и нет послушания Потому что нет веры Вот есть Вера еще, знаете, в чем видна бывает? В ожидании Вот, по-моему Миша, можно нам Евангелие от Луки, 23 главу? Евангелие от Луки, 23 главу Я не давал, но просто главу 23 Мне нравится этот пример В самом конце 50-й стих Вот туда 23 Ну, Иисус Христос был распят Так уже И тут он некто именем Иосиф Член Совета Человек добрый и правдивый Не участвующий в Совете и в делах То есть, в Совете, который Они приняли Совет О том, чтобы казнить его А он был член Совета А в другом Евангелии сказано Что это был знаменитый член То есть, он был известный Он был один из авторитетных Вот, из такого-то города иудейского Смотрите, ожидавший Так же Царство Божие Пришел Пилат и просил тела Иисуса И потом, в другом месте мы знаем По-моему, Иоанн сказано Что этот Иосиф и Никодим Они пришли просить тела То есть, они поверили в Иисусу Христу Но тайно написано Тоже тайно Окей? Не хотели Там у них комьюнити Ну, не было еще той Это были не такие люди были Как, скажем, апостол Павел Который поверил И все сразу поняли Что он поверил И он все перечеркнул И развернулся на слово Ну, не все так могут Может быть, они плавно поворачиваются Я не знаю Но факт, смотрите Что мне нравится Этот был человек Он был один из них Но Библия характеризует его Как человека доброго и правдивого Мне интересно Почему о нем говорится вообще Такие вещи, что он добрый Правдивый, такие понятия Чисто такой человеческий язык Хороший человек Правдивый, добрый Почему он вообще такой? Вообще Зачем это было писать здесь? А почему он такой добрый и правдивый? Просто хорошая, наверное Семья хорошая Воспитание хорошее Но Он такой человек Добрый, правдивый Почему? Потому что этот человек Ожидает Царства Божьего Окей? Потому что грядет истинное царство Грядет правдивое царство Грядет доброе царство And if you want to fit in, тебе нужно быть и правдивым, и честным, и истинным, и добрым. Какое царство, чего ты ждешь, вот таким ты и становишься, потому что ты хочешь быть part of this kingdom. Если царство грядет такое, вот такое, вот так он и такой. Если я жду этого царства, то и я такой становлюсь. А если царство грядет такое, значит я соответственно становлюсь такой, потому что я хочу быть в этом царстве. И потому что царство доброе, истинное, и он стал правдивый, и истинный, и добрый, понимаете? И вот он такое. Это не потому что он там в папу пошел, но потому что он ожидает. Вот это вот ожидание царства, это есть что? Это есть манифестация веры. Это есть выражение, это активное ожидание. Господь часто говорит, ожидай, сидите, ждите в Иерусалиме. Но они просто не сидите там под пальмой где-нибудь. Когда Господь говорит ожидать, речь идет об активном ожидании. Ожидание – это тоже проявление, манифестация, выражение веры. Кстати, три понятия, не понятия, а три вещи. Вера выражается в делах, любовь выражается в труде, а надежда выражается в ожидании. Expectations. Поэтому, если ты смотришь на образ жизни, а это образ жизни человека, который ожидает царства, то если он активно его ожидает, если он верит в это, что оно грядет, он верит в это, и он не знает, когда оно грядет, но он знает, что оно так грядет, то для того, чтобы не пропустить это царство, или чтобы царство не прошло мимо него, то он старается, он находится в стадии ожидания. Я не могу ожидать правдивое, честное, истинное царство, занимаясь делами нечестивыми, мирскими, потому что царство небесное. Think about it. Царство грядет небесное. Я не могу сказать, что я ожидаю небесного царства, погрядши в земные дела. Ты никого не сможешь убедить, что ты таким образом ожидаешь небесного царства. Даже если ты себя захочешь убедить, то ты сам знаешь, что ты обманываешь сам себя. Нельзя ожидать белого, будучи черным. То, чего ты ожидаешь, если ты ожидаешь, то об ожидании твоем говорит то, что ты становишься такой, в зависимости от того, что ты ожидаешь. Иначе это doesn't make sense. И вот это ожидание, это проявление веры. То есть я для чего говорю, чтобы мы знали, что вера может проявлять себя совершенно по-разному. Ты говоришь, я не апостол, я не пастор, я не проповедник, как я могу проявлять ее? Ну вот. Ожидай, проявляй. Миша, можно опять Яков нам с тобой? Вот тут есть, мы уже говорили немножко. Так, где это? 18 стих. Кто-то скажет, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел. Ну, ясно, что ты не можешь. Ты не можешь показать. Смотрите, в другом, в римлянных, в первой главе скажем, вот я вспомнил сейчас, как Бога показать? Как Богу показать себя? Как Богу показать себя? Невидимый Богу. Римляне, первая глава. Что невидимый Бог через рассматривание, помните, творений своих, он видим. Невидимый Бог видим. Поэтому человек остаётся без ответа. Когда ты смотришь на это, то ты не видишь Бога, но ты видишь дело Ругиву, они видимы. И поэтому ты видишь, что если вот эти дела видимы, то стало быть и есть тот, кто сделал это. Но он невидим. Но так ты видишь Бога через рассматривание творений. То же самое и вера. То же самое. Вы подумайте, размышляйте потом на эту тему, что вера, она невидима, но её можно увидеть. Мало того, что её можно, её нужно видеть. И Бог хочет видеть её. Он ищет её. В твоей и в моей жизни. Она невидима, да. Но Бог тоже невидим. Но для человека, который имеет око чистое, он видит Бога. Он видит. Покажи мне... Покажи мне веру твою без дел. Понимаешь? А я покажу тебе веру мою из дел моих. Что ты здесь хотел сказать-то? Ага, вот. Мажный момент. Ну, бывает так, что человек, Христос говорит, если ты постыдишься, если ты постыдишься меня, то и я постыжусь тебя перед отцом, перед отцом своим, помните, перед ангелами своим. То есть, он говорит, никто, зажжетший свечу, не ставит её там под кровать или там куда-нибудь ставит. То есть, если ты поверил, если ты принял истину, то эта истина, она... Это же не просто там во что-то там какая-то новость, политика или что-нибудь там, вообще какая-то новость. Нет, речь идёт о новости, которая кардинально меняет твоё мышление, кардинально меняет твою жизненную позицию. То есть, ты... Вчера ты знал, что Бога нет, а сегодня ты знаешь, что Бог есть. Это что, не должно поменять тебя хоть чуть-чуть? Я даже не говорю про образ жизни, но твоё вообще, твоё... Твоё мировосприятие, оно же будет... Ты же будешь по-другому. Так вот эта вот свеча, которая загорелась тебе, неужели её нужно прятать куда-нибудь, в угол ещё накрывать, чтобы не было... Конечно, нет. Никто, зажегче свечу, не ставит её под что-то, не прячет её, потому что это... Это не просто свеча, это... 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 Бигма. И поэтому она должна... Но люди не хотят говорить о Боге, не хотят исповедовать Его, вот как вот мы читали даже здесь. И он говорит, если кто постыдится меня перед людьми, ты же понимаешь, перед людьми, тоже мне, то я, говорит, того постыжусь перед Богом, но это уже похуже. Ну и вот, если, например, это... Я помню, когда мы уверовали, ну, мы-то, в общем-то, вышли из среды неверующей, как тут, наверное, большинство из нас. Ну и поверил в Бога, и потом, думаешь, там, твои приятели, знакомые общаются с тобой, как общались с тобой, и до того. И тут ты, в общем-то, видишь вещи по-другому. Ну и ты так думаешь, сказать, не сказать, послать их в нокаут или в глубокий нокдат. Вот. Понимаешь? И вспоминаешь, что Господь говорит, тебе надо, если ты постыдишься меня, то... И вот здесь, когда ты говоришь о Боге или там свидетельствуешь или еще что-нибудь, то, в принципе, это есть... Это проявление твоей веры. Это проявление твоей веры. Ты не участвуешь в их темных делах больше, которые с тобой еще... которые для тебя были совершенно нормальны еще вчера, сегодня, они для тебя совершенно неприемлемы. Почему? Потому что... Не потому что нельзя, а потому что это тебе уже... Это для тебя уже чуждо. You don't want to do it anymore. You're not interested. Но есть... Есть другая обстановка. Есть... И ты... Да, и ты здесь говоришь о Боге. Ты говоришь, что вот так, мол, и так. И это, в общем-то, проявление... Какое-то проявление веры. Но есть другая обстановка. Есть, например... Есть, например, человек, который родился в этом... Родился в этой среде. Понимаешь? И если ты там не говоришь о Боге, то it looks weird. Причем не имеет значения, веришь ты в Него или нет. Почему? Потому что... Вы понимаете, что я говорю? Потому что ты родился в этом. Вот как я родился в этом, где о Боге никто не говорит, и даже когда ты поверил, ты тоже говорит, как думаешь, что родился я, это надо. Понимаешь? То есть вот так. А есть другая среда, где... Вот это просто среда. Понимаете? Это environment. Там все верят. И там все говорят о Боге. Я не говорю, верят они или не верят, потому что говорить нужно тогда... Я не знаю, вы понимаете, что я хочу сказать. То есть я веровал, потому и говорил. А в этой среде просто говорят о Боге. Понимаете? Просто говорят о Боге. Верят, не верят, это второй вопрос. Раз говорит, значит верит. Понимаешь? То есть здесь это не дела веры. Это не проявление веры. Это просто принято здесь. Поэтому, смотрите, поэтому там апостол говорит, что есть дела закона, а есть дела веры. Это не одно и то же. Здесь люди говорят о Боге. Почему? Потому что это законно здесь. It's normal. Но это не значит, что они верят. It's his environment. А здесь ungodly environment. И вдруг в этом ungodly environment кто-то поверил. И вот он говорит, если ты поверил и исповедуешь, then you shall be saved. То есть нельзя путать это. Здесь человек... Он говорит о Боге. Но здесь нету небольшого героизма, здесь нет никакого силы, здесь нету никакого... Почему? Потому что это... Есть дела закона, которые человек делает просто потому что... Понимаете? Потому что принято так. Это среда. Это среда. Это не... Здесь он говорит, но это не проявление веры. It's his life style, his culture, whatever it may be. Понимаете? окей. Еще вот этот стих. Еще немножко я хочу сказать про вот это вот. Видишь ли, что вера содействовала делами его. И делами вера достигла совершенства. Вот это. Вера должна стремиться к совершенству. Она должна стремиться к своему completion. Каким образом? Вот я верю, я упражняюсь в вере. Чтобы к чему-то достичь, в чем-то совершенстве, тебе нужно упражняться. Если Господь хочет, чтобы ты упражнялся в вере, то как ты можешь упражняться в вере? Бог взял Авраама и дал ему такое испытание. Авраам, вот я произведу от тебя великий народ. Но для того, чтобы мне произвести от тебя великий народ, мне нужно, чтобы ты вышел отсюда, там, где ты живешь, и ушел в ту землю, которую я избрал. И ты иди туда. Ну, подумаешь там. Ну, там пустыня, неудобно, но я буду с тобой. I'll take care. Он пошел. Это упражнение. Он, понимаешь, он послушался, поверил, и проявление веры было в том, что он пошел. Он пошел. То есть, поверил, и сразу дело. Поверил, и сразу дело. Понимаешь? И вот вера. Потом следующее. Потом еще какое-то испытание, и он сделал. Еще испытание, и не сделал. Ага. Что происходит? Дела перестали соответствовать вере. Я верю, а дело не пошло сюда. Вот тут я верил, тут хорошо, тут я делал. Все было, до сих пор все было хорошо. А здесь и все, и вера not completed. Она не, 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 кто-то говорит, вера, вот совершенная вера, так она вот здесь у всех должна быть. Но, это не эта совершенная вера. Совершенная вера. у тебя своя, у тебя своя, у тебя своя, а у меня своя. И что это такое совершенная вера? Совершенная вера, это когда я поверил, и тут же дело. Я поверил, и тут же дело. Я поверил, и дело не пошло, и все, и совершенство, нету совершенства, нету completion, понимаете? И потом Господь говорит Аврам, возьми своего сына, единственного, у меня еще один есть, нет, единственного, которого ты любишь, и, где-то здесь, на жертвенник, окей? Если бы такое Бог дал упражнение веры в самом начале Аврама, когда у него еще не было, он не был еще натренирован в вере, он бы не справился с этим, понимаешь? И поэтому Господь тебе дает соответственно, по вере. Поэтому пророчествуешь, пророчествуй по мере, что? Веры. Раздаешь там, что ты там делаешь, делай по мере веры. Учишь, по мере не лезь, окей? У тебя, понимаешь, вот так что было, не лезь туда, куда тебе даже, во что ты даже не веришь, на что тебе нету, на что тебе Бог не дает. Сказано, никто не может на себя взять, если тебе не дано свыше. Это помните? Это я, это стиль говорю. Значит, все делай по мере веры. Господь тебе всегда, что-то тебе Господь говорит, дает какое-то тебе испытание. И сразу от тебя требуется первая реакция какая? Веришь, я тебе произведу великий народ. Ты веришь или нет? Верю. Окей. Тогда говорит, давай сразу, раз, дело сюда. Сразу дело должно быть здесь. Понимаешь? Иди пророчествуй. Я тебе посылаю. Ты меня посылал. Гидон, помните? Иди, я тебе дам победу. Хочу знамения. То есть, ты, почему? Нету дел, потому что он даже еще не поверил. А когда потом поверил, сразу должно быть, сразу дело должно быть. Понимаете? Вот таким образом вера достигает совершенства. Понимаете? То есть, если у тебя совершенная вера, и у меня совершенная вера, и у него совершенная, это значит, что она у нас у всех одинаковая. Это значит, что твоя вера содействует делам. То есть, твои дела не отстают от веры. Твои дела не отстают от веры. И таким образом вера становится комплит. И вот так ты должен ходить. Но что бывает? Бывает так, что веришь? Вот веришь в жизнь вечную? Ну так вот, живи таким и ожидай. Веришь в царство? Понимаешь? Не дотягивает. Дела не дотягивает. Должно быть соответствие. Должно быть соответствие. То же самое, когда мотор работает, если мотор работает на одних оборотах, то колеса должны с... Как там я говорю, содействовать. Они должны сотрудничать. Они должны быть экорингли. Они должны работать... То есть, обороты мотора должны быть соответственны с оборотами колес. Иначе это будет там что-то... Иначе будет эпилепсия в машине. Понимаете? То же самое в организме. Иначе левая рука не знает, что право. Должно быть содействие. Понимаете, что я хочу сказать? И от тебя Бог это требует. Есть верующие люди, я заканчиваю, которые веруют, как бесы. Они веруют верой, которая сама по себе. Они веруют, как... Они просто... у них вера такая... Как сама по себе. Люди просто обманывают самих себя. И это печально, потому что эта вера не спасает. И жизнь, понимаете, жизнь людей не соответствует тем словам, которые они говорят якобы по вере. Дела здесь, а вера, или по крайней мере слова их здесь. Нету соответствия, нету содействия. Окей? Если забрать слова, твоя вера и твоя действия должны быть... Они должны содействовать. Таким образом вера достигает совершенства. Они должны содействовать. Они должны работать. Обороты двигателя и обороты колес должны быть одинаковые. Ну, я образно говорю. Они там не одинаковые, но должны быть там редуктор стоит, неважно. Но они должны вместе работать. Если забрать эти слова, то ничего нет. Нельзя, нельзя увидеть ожидание царства. Нельзя увидеть ожидание праведности. Нельзя увидеть ревнование по святости. Нету, нельзя увидеть это. Если, например, человека забрать вне церкви, вот просто вот с церкви мы встречаемся, а если забрать встретиться человек где-нибудь на пляж? Окей? Вот мы встречаемся в церкви, а если встретиться где-нибудь вне церкви, то тема Бога не всплывает, тема праведной действии не всплывает, тема царстваебестного не всплывает, она не на языке. Знаете, почему она не на языке? Потому что от избытка сердца язык говорит. Потому что на языке, знаете что? Я веровал, потому и говорил. Если ты будешь веровать и будешь исповедовать, понимаешь? Не на языке. На языке непонятно. Почему? Потому что человек завязан в мирские дела. Причем настолько завязан, что он настолько завязан, что нельзя, потенциально нельзя, теоретически нельзя находиться в состоянии ожидания небесного, когда ты настолько инволд в этом мирском. Ты не можешь это сделать. Поверил в действие? Поверил, 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 действие нет. Но это что значит, если она сама по себе? Вот на этом, понимаете, что я говорю? На этом этапе она сама по себе. А это значит, что сама по себе она мертвая. Это что йод? А это значит, что человек не ожидает царствия. А это значит, что когда он и придет, you're not ready. И будь здоров. Окей? И кто виноват? А Господь виноват. А Господь не бывает виноват. Нету содействия. Окей? Итак, проверяйте себя. Исследуйте себя. Как Павел говорит, верили вы. Смотрите. Смотрите, чтобы ваша вера ни в коем случае не была сама по себе. Удачи. Спасибо. Исследуйте. Смотрите. Смотрите. Продолжение следует...